Здравствуйте, с вами Александр Князев. Но разговор, который сейчас будет предоставлен вашему вниманию, был записан не здесь, в студии зоны КИЗ. На прошедших выходных в Алма-Ате оказалась Дарья Асламова, известная московская журналистка. Дарья Асламова ворвалась в журналистику скандально, очень эпатажно. Позже она обобщила свой первый журналистский опыт в книге под названием «Записки дрянной девчонки». Следующая книжка, написанная по мере взросления, называлась «Записки сумасшедшей девчонки». Дарья стала военным корреспондентом. За последние 17-18 лет на постсоветском пространстве, да и в целом, пожалуй, в мире, нет, наверное, ни одной войны, где не было бы Дарьи Асламовой. Где Дарья Асламова, там война, где война, там Дарья Асламова. Поэтому ее приезд в Алма-Ату несколько удивил, с чего, собственно, и начался наш разговор. Даша, добрый день. Добрый день. Вот вы приехали, так совпало, в выходные дни, и образ Дарьи Асламовой для многих читателей, для аудитории, он связан с войнами. Дарья Асламова появляется там, где начинается война, там, где она идет, идет к исходу, очень редко заканчивается, и вдруг Казахстан. Почему? Ты думаешь, я черную метку такую привезла? Нет, я не привезла черную метку. На самом деле, ты знаешь, что, все-таки давай на ты. Россия находится в тяжелом украинском кризисе. У нас, у нас на границе с Россией идет тяжеленная война, погибло более 6 тысяч человек. И в этой ситуации мы отчаянно ищем союзников. И вот тут-то оказалось, что не все союзники как бы союзники. Лукашенко уже начал бегать, торговаться, как он всегда умеет торговаться, западом, и выиграть всякие преференции, и делать вид, что он и не тут, и вашим, и нашим, и дружить с Порошенко. И у нас остается единственный союзник, реальный союзник, сильный, богатый, успешный. Это Казахстан. Но в том-то и дело, что большие сомнения из того, что мы читаем в ваших блогах, из того, что мы читаем по интернету, а вообще Казахстан является нашим союзником, или будет та же ситуация, что с Лукашенко. Вопрос простой, нас кинут или не кинут? И вот если у нас вот это вот, вот мой один друг, хороший местный журналист, называет Казахстан русским бронежилетом, вот этот бронежилет, он вообще у нас есть или его нету? Вот сам бы как бы ты сформулировал, есть ли у нас так? Ну, вообще-то, мой тезка император Александр Третий, когда-то сказал, у России два союзника, ее армия и ее флот. В принципе, новость для того, как союз актуальный. Казахстан, казахстан союзник. И, кстати, ты правильно заметила, гораздо более надежный, вызывающий больше доверия, нежели, скажем, Белоруссия. Как бы ни странно, может быть, это выглядело, да, там, русские, русские белорусы, вроде как, этнические братья. Очень много мне говорили как раз в этом этническом вопросе местные казахские журналисты. Я имею в виду не русских, а казахских журналистов, которые мне доказывали просто вот спину рта, что вот, нифига, вот братья вам не украинцы, которые непонятно кто, а братья мы вам казахи, потому что все мы азиаты, все мы вышли из Золотой Орды, и ментальность у нас одинаковая, и мы вам, как ни странно, ближе, с вами общаться проще, и дело с нами иметь тоже проще доказывали мне казахи, потому что мы, типа, камень за пазухой украинцы не держим, и торговаться мы с вами не будем, потому что это вообще нам не свойственно мелочи в отношениях. Вот, типа, друг значит друг, вот какой бы он ни был, да, со своими ошибками. Вот это одна часть общества, которая вот открыто поддержит Россию в украинском кризисе и считает, что именно США спровоцировала этот кризис, а вовсе не Россия. И мне было приятно слышать об этом, о том, что есть часть молодых людей, которые реально считают нас братьями по духу, по ментальности, по тому, что вот до Скифы мы, да, азиат и мы. Вот они наставят, что мы должны все-таки, наверное, провести этот худораздел, что вот есть, да, часть Украины, она все-таки евразийская, по-русской и так далее, а часть абсолютно западная, я хорошо знаю Украину. А вот Казахстан и Россия, ну вот тут Евразия, как бы мы не пытались от своего азиатского прошлого замениться, оно приходит всегда. Может нам географию поменять? Да, конечно, география уже, она и есть география, полотна, разница Азии. Вообще граница между Европой и Азией, она вообще греческими географиями придумана когда-то, условно очень, да, по уральскому хребту, может ее пора провести под Нестру, по Бугу. Все-таки главная ментальность в нем географии. И вот тут я согласна, потому что казахи, мне кажется, людьми грубоватыми, но прямыми. То есть здесь, конечно, тебе улыбаться на улицах не будет, просто не принято, менталитет другой, да. Мы все ребята мрачные. Да и в Москве у нас, честно говоря, рожи такие, что лучше в метро не заходить. Нет, ну, я бы не согласился. Но в целом, когда общаешься с людьми, то люди гораздо более, ну, прямые, открытые, что ли, вообще, чем, например, когда я еду на Украину. Но украинцы все время торгуются, там, типа, вот вы нам что дадите, а мы вам что в обмен, да, и вот это вот, ага, мы же и родственники, да, вот. Это было еще до войны всегда была такая ментальность, вот, что можно отжать элементарно. Украинцы всегда так вели себя. Что можно отжать у России? И чем дело кончилось, вот мы решили до такой войны. Казахи, мне кажется, у такого вопроса вообще не встает. Что можно, у Лукашенко даже позиция. Что можно отжать у России? У казахов, мне кажется, все гораздо более прямые, прагматичные, одновременно более душевные взгляды на Россию. Что давайте работать здесь нам вместе выгодно, да, давайте как-то вообще дружить. Никаких, я не вижу никаких проблем с национализмом. Я не сталкиваюсь здесь с вариантом национализма вообще. Он, наверное, где-то есть, вот много пишут в российской прессе по казахски национализм, но я в реальности с ним никак не сталкивалась, я не видела его. Ну, написанное и реально это не одно и то же. Это было очень приятно. Даша, а вот что негативное возникло в этом вопросе о сближении Казахстана и России? Не все же так оптимистично, да? Нет, не все. Негатив в чем увиделся? Например, есть часть элиты, которая, в общем, прямо говорит, что украинский кризис расколол Казахстан на две части. Одна часть поддерживает все в этом опросе, спиной у рта, что, вплоть до того, что говорят, мы с вами на одной войне, что они понимают, что уйдет геопаритическая война, значит, России и Запада, я бы сказала, с Америкой. Запад, тут Евросоюз колеблется, он просто... Он самый главный приз. Евросоюз — это приз. Украина — это инструмент, а Евросоюз — это приз. Кто его получит? Украина — это повод и инструмент, да. А Евросоюз — это огромный приз. Либо с ним подписывает соглашение, трансатлантическое партнерство подписывает с ним Америка в этом году. И тогда, получается, новая колония Америки, она и также политически, ментально колония Америки. В таком случае будут еще и экономические колонии Америки, они быстро ее разорят, потому что несовместимый вес. И если ему удается оторвать благодаря Украине от ресурсов, от дешевых ресурсов, потому что все сказки про жиженый газ, про сланцевый газ... Это ерунда все. Это все в 2-3 раза дороже, чем газ, который идет из России. В таком случае Америка топит абсолютно огромную Европу, превращает всю колонию, сбрасывает туда свои товары и, в общем, это вассал. Это абсолютно вассал. В Европе очень много разумных людей это понимает, но проблема в том, что вся элита проамериканская, вся воспитанная в американских университетах на американском образе жизни. Или купленная. И вся купленная, и все купленные медиа. Медиа абсолютно, вся пропаганда идет про американскую. И вот сейчас мы идем, вот мы на этой огромной войне. И Казахстан тут, вот, многие люди выступают как бы на нашей стороне. Сейчас откровенно говорит, что, а вот вы наделали ошибок, а вот Крым это аннексия, а вот нам как бы это все не очень нравится, а вдруг вы поседнете на северные территории наши. А если был возможен Крым, почему, да, то почему невозможно аннексия северных территорий. То есть, как бы, эта часть элиты как бы прямо говорит, вы нам дайте, прямо или косвенно говорит, вы нам дайте гарантии нашей территориальной целостности. Нам не нужно заявление Жириновского о том, что вот может подняться вопрос северных территорий. Мы пугаемся, потому что, и как хорошо тут мне сказал один человек, больше пугаются всего русские местные. Потому что им тут война, Майдан и разборки вообще не нужны. Казахстан достаточно стабильное государство. И вот, как бы, вторая часть элиты хочет именно вот этих гарантий целостности, неприкосновенности и одновременно дружеских отношений. Чтобы Россия, ну скажем так, старалась все время не урвать что-то, Казахстан пытался на равных правах сотрудничать в Товоженном союзе. Потому что союз одинаково выгоден и обеим государствам. Но вот часть экономической элиты местной считает, что все-таки Россия выигрывает больше. Вот им бы хотел брал. И в чем итог? Вот мы когда встретились в Алмазе, первый вопрос был с твоей стороны ко мне, по поводу союзничества, потенциала союзничества Казахстана по отношению к России. И я тогда еще привел цитату из Александра Третьего, а вот сейчас прошло много встреч, разговоров. А в чем итог? Казахстан все-таки у нас для России кто? Все-таки я думаю, что Казахстан, несмотря на разборки, споры и так далее, остается союзником по многим причинам. Одна из них просто географическая. Потому что он зажат между Китаем и Россией. А Китай, хотя у вас прекрасные экономические отношения, все-таки боязнь влияния Китая здесь очень сильна. В Казахстане я с этим сталкиваюсь. Китай-фобия, она здесь, в общем-то, присутствует. Да, присутствует. Есть такое чувство в течение 30-40 последних лет. Почему это умолк раппировали на земле? Давай.